Игорь, что-то в следующем воскресенье в домочках. Денег не хватает, я тебе дам. Денег не хватает. 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 И это опять говорит для того, чтобы пристыдить их, тогда как апостолов били и презирали за Христа, коринфяне были уважаемы и почитаемы мудрыми и хвастали, будто все это во Христе. Посему говорит, как возможно, чтобы такие противоположности совмещались в людях с одинаковым образом мыслей? Нет, необходимо допустить, что или наш образ мыслей не во Христе, или ваш. Но мыслить не во Христе, не достойно апостолов Христовых. Следовательно, вы заблуждаетесь. То есть нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь безопасностью. Немощью везде называют искушение. Опять, вы славны и благородны, а мы в бесчестии. Все это говорит по сильному негодованию. Смысл такой. Как возможно, чтобы мы злострадали, а вы наслаждались безопасностью и проводили жизнь счастливо? Итак, очевидно, что вы не в добром состоянии. Напротив, теперешнее поведение ваше бесчестно и недостойно апостолов. Следовательно, вы не должны гордиться этим. 11 стих. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. Толкование. Что говорит припоминать прежнее? Посмотри на то, что теперь есть. На то, что вы утопаете в удовольствиях, а мы совсем напротив. То есть нас бьют. Это говорит против надменных. То есть нас гонят. Мы бегаем. Это против богатых. Стих 12. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Толкование. Этим приводит в стыд тех, которые дерзают проповедовать ради прибыли и выгод. И что говорит важнее всего, мы и не почитаем себя несчастными при таких бедствиях. А из чего это видно? Из того, что озлобляющим нас воздаем противным. Ибо тех, которые злословят нас, благословляем. И тех, которые наносят нам более жестокие обиды. Это значит хуление. То есть жесточайшая обида. Молим. То есть захуление, воздаемым словами кроткими и ласковыми. Это значит моление. То есть речь кроткая. За такое-то поведение почитают христиан безумными. Тринадцатый стих. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира. Как прах, всеми попираемый до ныне. Толкование. Что такое ссор? Все, что выметается или стирается, как негодное. Так, если кто скверное что-либо стирает губкой, называют ссором. Это же значит и прах, всеми попираемый. Ибо попирать то же, что обратить губкой. Итак, апостол говорит. Мы достойны того, чтобы нас отвергали и почитали за ссор не только вы, но весь мир и все люди. И не какое-то время, но даже и до ныне. Заметь, каковым должно быть христианину. Заметь, что он обязан подвизаться до самого конца. Четырнадцатый стих. Не к постыжению вашему пишусь е, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Толкование. Не к постыжению вашему говорит, и не злым и ненавистным намерением говорю это, но как возлюбленных детей вразумляю. И не просто детей, но возлюбленных. Простите же мне, если я сказал, что и оскорбительное, ибо это от любви. И не сказал поношу, но вразумляю. Кто же не перенес вразумление отеческого? Пятнадцатый стих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Толкование. Что ж, скажете вы, другие разве не любят вас? Любят, говорит, но не так, как я, ибо они наставники, а я отец. Итак, у детей хотя один бывает отец, а наставников может быть много, однако их расположение к детям всех вместе гораздо менее в сравнении с любовью к ним одного, то есть отца. Так точно и между нами. Заметь, между прочим, слова во Христе приложил к наставникам. Это для того, чтобы не совсем поразить их. Впрочем, хотя приписывал им, наставникам, более трудное, ибо такова должность наставника, но превосходство любви предоставил самому себе. Объясняя, каким образом он отец им говорит, «При содействии Христа я родил вас благовествованием, то есть не себе вменяю это дело, как многие между вами, но Христу. Не сказал «я научил», но родил, указанием на естество показывая любовь сию к ним, и то, что они самые близкие ученики его, как эту мысль выражает и во всем послании». Шестнадцатый стих «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Толкование «Подражайте, говорит, во всем мне, ни мудростью, ни богатством не превозноситесь, и не враждуйте между братьями, но полагайте и мудрость, и богатство в любви ко Христу и к братьям». «Заметь доброту сердца, он умоляет, а не повелевает, а предлагать самого себя в образец для подражания это знак великого дерзновения». Богу нашему слава! Во веки и веки. Вот продолжение того, что сейчас читали. Все здесь присутствующие отцом своим, духовным. Кто считал? Игнатий Тихович. Наставником. Он запрещает говорить, что он отец. Он запрещает, но рожден, мы рождены его проповедью, поэтому мы будем назвать его отцом. Отец небесный, а здесь наш земной отец, который рожден нас проповедью, исходящим из успехов. Кроме того, он узник. Он имеет право за вас ходатайствовать. Даже тогда, когда мы будем отступать. Я к тому, что многие из тех, которые и здесь сейчас ходят на службу, уже не считают его своим духовным отцом, и пути и шатки. Шатки, потому что мы можем наблюдать по тем людям, которые уже ушли. Ушли, по какому пути? Один Бог только будет судить. Не надо судить, по какому пути они идут. но, как написано, и мы узнали, что они не были наши. И это печально, потому что проблема отцов и детей, она всегда существует в нашей земной жизни, и в духовной жизни оказывается так же. Некоторые из нас считают, что уже достигли совершенства в познании истины, изложенной в Святом Писании, что уже сами с усами выросли, и молоком питать их не надо уже, они сами могут взрослую пищу переваривать. Но я вижу, что наш наставник, отец духовный, он в постоянном росте, несмотря на свой возраст. А мы запинаемся, запинаемся наше самомнение о том, что мы уже совершены. Проблема отцов и детей, это потому что они становятся уже «Что ты меня учишь?» Я уже сам становился, потому что они начерпались уже в миру столько информации, что эта информация уже для них лишняя, она уже не вмещается в них. Я прошу у Господа, чтобы мы все все-таки помнили, что кем мы рождены, Словом Божьим, от кого, чтили, как сейчас сказано, почитайте наставниках ваших. Некоторые говорят, а вот когда, там же написано дальше, смотря на их кончину, вот когда кончина будет, тогда мы увидим. Ну, это очень смешно, то есть это буквоедство, я призываю всех помнить это и идти по узкому пути, как было сегодня сказано, в проповеди. Из-за проповеди прошу братья и сестры простить меня, что я читал не разбивчиво, разбивчиво, не мягно, потому что не готов был, потому что не прочитал ни одного раза эту проповедь, она была продолжительная, зрение мое тоже не стопроцентное, но однако я не укрываюсь из-за отсутствия очков и не хочу пока их носить, потому что уверен, что это костыли для глаз. пробуйте стать очень хорошо читаемым, я не знаю, болящий пол, почитаю. Лена, я к тебе это услугу. А брака Константина я благодарю за обличение. И когда, брат, ты отсутствуешь, то я тебя ощущаю здесь постоянно и стараюсь читать хорошо. Так что благодарю тебя, брат, за обличение. Но я хочу сказать, что обличение должно быть деятельным. Я тебе предоставлю слово совершенно спокойно. Так что проповедь можешь читать. Не обязательно все ты должны читать проповедь. Можешь читать ты тоже проповедь. Да сегодня останется на занятиях и пускай читает и ведет и все. Ну и только браво. Так, ну и еще о себе. Прошу продолжать молиться, потому что одна болячка у меня ушла, вторая осталась еще. Она меня занимает очень сильно. Я покраснил. это я завтра пойду сдаваться, как говорится, к нейрохирургам, но на неоперативное, на консервативное лечение. Так что помолитесь и я вас просил молиться о помните о Денисе на моих родственниках. Денис, его жена Наталья, дети Ярослав и Морфей и мать Дениса Надежда. Денис сейчас находится в полку, где собрали всех увечных храмных, слепых, раненых, да, и завтра будет назначена им военно-врачебная комиссия. Вот что будет у него там, как его признают, годным-негодным к нестению службы и, может быть, его, значит, комиссуют или либо отправят на реабилитацию. Ну, еще они надеются получить ответ из Министерства обороны, куда они написали, тоже, приложив все наши документы, почему такой указ был издан, что Министром обороны, что нельзя госпитализировать для реабилитации в обычную лечебно-правитическую сеть. В обычной грязанской. Грязанской, да. Специальный госпиталя, что ли? Да. Есть госпиталя военные, да. Но и в нашем госпитале ему отказали. Почему-то. Есть специальный. Понятно теперь, я думаю, что такое это. Да. В госпитале тоже. Я неоднократно потому что не сказали, что у тебя остался короткий срок, мы все равно не успели тебя долечить и ты должен все равно прибыть на место, когда у тебя закончится выпуск. Он в отпуске здесь. Ну, это, они должны были продлить, они просто не хотят связываться, они должны были связаться, то есть у них есть специальный, как он называется, линия связи? Ну, линия связи, помощь, это как обычно говорили. Одним словом, не захотел нормации, потому и не принимали госпитализацию. Значит, с Натальей у меня теперь тесный контакт, мы с ней общаемся тесно, я послал ей трехтомник, она там с восхищением, я прочитаю и непременно вам верну все, там газетные эти материалы о посте, о крещении, я ей все это послал. Я давно, душа у меня просила читать это, мне соседка говорил, что нужно читать Евангелие, и вот теперь я имею эту возможность, я говорю, но ты не сможешь прочитать это, потому что это без конца можно и нужно читать. привлекай в себя и в учение, занимайся всем постоянно, ибо так спасешь себя и слушающих тебя. Приткнулась она обрюки, но вскоре она сумела как бы отказаться от этого, поэтому прошу о ней молиться, вот есть такие ростки, которые как бы прорастают, чувствуешь, что она, причем она начинает благодарить Бога за все, она понимает, что нужно благодарить Бога за все. Я говорю, ты благодари Бога за то, что у него это ранение, ни одно ранение такое, он был без каски и только вот по плечу там ему задело. Но это же не сусобо в голову сложил бы там. Господь его сохранил для того, чтобы вы обратились ко мне, для того, чтобы я вам возвестил Слово Божие. За это поблагодарю Бога, она согласна и благодарит Бога. О надежде матери я пока не знаю, что есть там под речки, но она обещала в свою очередь как-то с ней поработать. Наталья. Так что Денис, Наталья и Надежда. Спасибо, Христос. Никита в командировке путешествующий в Казахстан возвращается во вторник. Прошу молиться, в Казахстан. бригада целая от производства на двух машинах они приехали в Казахстан. Алма-Ата, Кастана, там, где-то. Янафа тоже в Казахстане? Да. В узкомании? В бабушке, я помню. Не только даже узкомании. Это еще где-то. Ну там где-то родственники? Дедушка живая еще? Нет. Нет? Он умер через полгода где-то. Ну в том же году как Настя, только осенью. Еще она где-то неделю будет путешествовать. Она в четверг куда-то возвращается. Да, ну еще вот кто не знает, я возвращаю брат Серастьян и Мария. Сестра, они стали дедушкой, бабушкой. И сегодня они, у них там крещение в Санкт-Петербурге. Так что молитесь о путешествующих. Здравствуйте. Имя Илларион. Вау. Хорошая. Еще кто? Да, путешествующие Марк и Мария, они еще не вернулись. Они вчера должны были вернуться. Ну пока нет, информатично не вернулись. Еще сестра Ирина просила молиться о своем сыне Стефане, который нынче будет отсутствовать, не будет с ними уже, а будет учиться в камне. Ну там у сестры он будет жить под наблюдением, она так беспокоится, чтобы мир его не захрестнул, чтобы молились, чтобы Господь его сохранил от соблазнов мирских. Я разговаривала с Любовью Петровной, спрашивала, как у них там обстановка, ну вот по поводу того, что уход им требуется. Она сказала, пока все, слава Богу. Она ходит, я думала, она уже прям в Лешку тут как бы прям совсем. Нет, она говорит, Любовь Петровна, она ходит, я говорю, ну вы по дому? Она говорит, нет, я даже на улицу иногда выхожу, то есть она еще не в том состоянии, чтобы, да, там прям ее вот мыть, переодевать. Она говорит, я все сама делаю, соцзащита к ним ходит, приносит продукты, то есть то, что им нужно там какие-то, ну соцзащиты есть определенное, что они могут делать. У них там прям список, я узнала у женщины, там прям сколько раз год они должны окно помыть, сколько там раз они в неделю должны там за продуктами в аптеку, то есть это все тоже, конечно, не бесплатно, там какая-то минимальная сумма отчисляется им и соцработник курирует, за каждым соцработником семьи закреплены. Вот, и вот вероятно у них все то же самое. Она говорит, единственное, что я не могу делать уборку, но, сказал, в понедельник будет этот вопрос решаться тоже в соцзащите по поводу того, чтобы еще вот нормальную уборку у них совершали. А сестра ее, Ольга Петровна, я так понимаю, она сейчас в железнодорожном больнице в терапии лежит. Вот, так что она сейчас одна без нее, да, дозвонилась, трубку взяла, то если Ольга берет, она может и не взять, и бросить трубку, и все. Поэтому мы с ней хорошо поговорили, так она говорит, спаси Христос за молитвы, все, я, говорит, каждый день за вас всех молюсь, я всех помню, я говорю, мы вас каждый раз вспоминаем, поэтому, а еще всем поклон от Надежды Ивановны. Ольга Петровна? Да, вы кстати рассуждали. Я навестил их, но есть динамика положительная, она ходит, она себя обслуживает, ну как бы, не во всем, но есть подписчики в этом тоже, о чем выгадываетесь. в разговоре, вот она чувствуется, что она знает, кто, а назвать не может. Временами вроде в попад ответит, а потом в ступоре, сидит в основном у окна, вот такая ухоженная, чистенькая, за ней ухаживает, просто молодец. Ну, детство она сама, сама и ходит она, вот она. Молиться за нее и за Дима. Да, чтобы Николай, чтобы Господь дала силу, терпение. Он начал уже оформление инвалидности, когда-то у него на днях скоро должен быть психиатр, потом терапевт, ему говорят, а что так рано начали это делать-то, вот надо через месяца 3-4, а я говорю, да пока, там такой список, я пока, я говорю, всех вас пройду, и пройдет полгода, не только 4 месяца. Очень сложно. А Надежды как? Ей сразу инвалидность или нет? Так как про нее надо постеречь, и про нее, я думала, он себе, не, 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 он ей приглашает, там целый список обследований, специалистов, там много всего, чтобы инвалидность оформить, это я не знаю, очень здоровым человеком и сильным, чтобы все это пройти для испытаний. Да, хотел, хотел сказать, ну конечно, о слове Божьем, потом еще подумайте, вот нету Галины Николаевны, что-то нету, кто еще, кого у нас нету, вот дроботы ушли, что-то нету. Я пыталась остановить, они ушли, непонятная причина, Ваню, я так поняла, вообще не было? Нет, он на сутках, на сутках, Фрося говорила. Нестор, он подрабатывает, и ему якобы сегодня на работу, а она к нему вдогонку, вот что они вместе, я говорю, ну ты оставайся, я пыталась тут остановиться, но она все же платок снимает, бегом, вместе с Нестором, куда-то и надо заехать, в общем, дела. Я, я, к тому, что, слава Божьем, сегодня как раз Патрях, там на Спасе, утром проповедь говорил, а какая, какая причина проповеди? Он в Новгород-Посаде, в Новгород-Посаде, оказывается, что оттуда, оттуда, там родился, там первые шаги сделал, в религиозной, в духовной жизни, в метрополитарии, будущий патриарх Сергий Старгородский. Это тот самый Сергий Старгородский, патриарх, которого поставили советской властью, патриархом в 43-м году, в конце декабря 43-го года. Он недолго прожил, совсем мало, но свое дело он сделал, то, что нужно. И самое главное, чем он отметился, это декларации своей. Сергеянство. Называется, у нас называется оно Сергеянство. Патриарх пел дифирамбы, как апостол Павлу, таких не поют. Поэтому отцов и детей, это вопрос самый наисложнейший. Кто отец для митрополита Сергия? Сейчас он отец для вот этой церкви, которая сейчас у нас правящая церковь. Мы ее называем Московской патриархией. Настоящий отец, и поэтому, ну, какой отец, такие и дети. Вот еще в чем дело. А какие дети? Как они признают отца? А вот широкий путь, сегодня как раз была проповедь. Широким путем очень легко идти. А вот узким, в тот самый момент, когда он писал декларацию, кто мне скажет, когда он написал, в каком году? Сергей, запоминай. Сегодня у нас с братом было разговор с утра. Давай, запоминаем. Подожди, брат, ты это, я знаю тебя. Какой год? Какой год? Никто не знает, брат. Никто не знает. Никто не знает. 1927. Если я спрошу, какой день, скажут, еще скажи, какой час нам. Ну, денег я не спрошу. Просто цифрами получше. 25 августа, скоро этот день настанет. И в этот самый момент в Соловках сидят десятки епископов, таких же, как он, он тоже епископ. Митрополиты, митрополиты там сидят, епископы. И потом 32 из них, оставшихся в живых, из Соловков, ему напишут для него письмо. что ж ты делаешь? Человече, кто тебе дал разрешение от всей церкви, пока мы здесь сидим, это, то есть они сидят за клеткой, за решеткой в темнице сырой, а он здесь на воле, орел молодой. Поэтому ему все можно, а им ничего нельзя. А почему? С пастрой нельзя связаться. Вот какой отец, такие дети. Решили, что будет отец Сергий Строгородский? Мы сейчас это все раскрываем с вами. А почему? Почему такие дети? Вот смысл-то в чем? В чем дело? Страха Господня нету. Первая премудрость, которая должна быть, страх Божий. И ты должен испугаться, а что я делаю? Почему именно этот человек становится для меня духовным отцом? Почему? Потому что тебе так легче, широки врата. Наши радости, радости советского государства, радости церкви, то есть радости Христа, чувствование во Христе Иисусе должно быть такими же, как у коммунистов, что ли? То есть надо... А от чего это все происходит? Первая глава премудрости Соломона, она говорит, что все от того, что от невежества в человеке. Невежество. Что такое невежество? Это человек не хочет знать того, что знает духовно, или его, будет говорить, отец, и он привел сына своего, или чада свое, к тому, что он сейчас умеет пользоваться всякими благами цивилизации и жить. А для чего это нужно? Для того, чтобы родить потомство свое, построить там дерево, вырастить дом и так далее, все, что мы это знаем. Вот для чего это все нужно-то. Но мы теперь к духовной обращаемся, части всего этого, к духовной. Это, если это материально сложно, потому что дочь может вырасти не очень хорошей, низкой социальной ответственности, сын может быть лентяем, и мы это видим в Ветхом Завете уже, когда, говорит, сын наш мод и пьяница, еще хуже, не просто лентяй, он еще мод и пьяница. Отчего все это? Вот сегодня на Украине поставили отца, это отец украинской нации. Книжки не читает, все время хохмел, смеялся над всеми. Ну, а зачем ему это нужно? Дед его, герой, защищал эту самую Украину в свое время, освобождал. Забыл все подвиги деда. Ну, а почему? Не напоминал ему никто или сам не напоминал. Ну, то есть тупой человек, вот и все. Это называется невежество. И Господь говорит, и невежество глупцов убьет их. И причем, как оно убьет? Начнутся страхные скорби, несчастья, и ужасы нападут на них, написано. Ужасы нападут на этих людей. Что такое? Ну, это ужасы, нам Господь говорит, когда землетрясение, войны. Не ужасайтесь, говорит, не страшитесь. Господь говорит тем, кто не невеже, тем, кто понимает, выбор духовного отца это самое наиважнейшее должно быть для человека. Ты должен видеть просто, что этот человек, духовный отец, наставник, он исполняет заповеди Христовые. Если ты этого не видишь, то ясно, что ты чего-то не дочитал, чего-то не узнал, не понял Златоуста. Почему мы читаем Златоуста? Почему его так не любят в старобрячестве, не перевели даже до сих пор? А зачем? В этой мутной водичке можно ловить такую рыбку золотую, спокойно живешь, ешь, спишь, и ничего тебе, покой вечный, начиная уже с этой жизни земной. Его не может быть здесь, этого покоя, тоже об этом сегодня читали. Покой ангелы от Несли Лазаря, может быть, тогда, на лоне Авраам, когда ты до конца исполнил. И еще, я не совсем согласен со Златоустом, простите мне это, он пишет, что, и он не мог отогнать от своих ран псов. Так кто же в своем уме пса будет от своих ран отгонять? Зачем? Пес, это у него языкное первейшее лекарство. Он полежит, у нас собака рассекла себе, вот так вот, это все. Ей зашили, а она через неделю разгрызла, и у нее опять открылось. К ветеринару пошли, что опять платить тебе две тысячи? Он говорит, да не надо, она сама залижет уже, все, уж края замусывались, да, ну и все. Действительно, через неделю. Залезал, лежит тебе, лежит, вот она лечит. Поэтому я хочу сказать, что я бы, я бы сказал так, ну Златоуст, может, собак не знал просто или не любил, я бы сказал так, что когда и псы лизали с трупа его, это показывается низость падения человека, который видит, как человеку тяжело, обладая богатством, и ничего не может никакой милости ему оказать. А псы, которых все костерят почему-то, собаку в церковь нельзя и так далее, псы там вспоминают, блудницы псов, и все, а, боже, собаки, а при чем тут собаки и блудницы, то вы сами головой подумайте. И уже говорят, пошел Рафаил, архангел, в Стовии, в Стовии, и за ними шел пес, и обратно с ними вернулся, вот в чем дело. И что бы он за ними ходил, архангел, как дал бы этому псу, если бы он такой был. Поэтому я считаю, что псы и богач, здесь показано два, две, вот эти, геметральные противоположности, да. Псы, по своей натуре, звери, они должны, наоборот, грызть человека, они его помогают, лечат его. Хотя у псы он должен был это увидеть и сказать, что же я делаю. Собаки понимают, что этому человеку тяжело, а я с высоты своего положения, поэтому, а то, что он не мог отогнать, там что-то, мог отогнать, но не отгонял, потому что это были его лучшие друзья уже. А у него не было и таких друзей, вот с чем дело. Поэтому надо уходить от этого невежества и оставаться здесь на занятиях, к чему я все и привел. Жалко, дроботов нету, убежали. Я хотел как раз, чтобы они пришли, думаю, там сидят, может. Вот так. И поэтому не будем невежами, а будем знающими, знающими, радующими своего духовного наставника и отца, и, конечно, Господа нашего Иисуса Христа христианами. Аминь. Спасибо, Христос. Я еще можно скажу про болящих. Не стали. Просто Валентина Павловна звонила утром, плохо себя чувствует, задыхается, погода такая. Маргарита звонила, она тоже себя неважно чувствует, но она там в храм утром сказала. Ну и Валентина Барышникова, мы с ней разговаривала. Ну что, просит она молитв о сестре своей, о племяннике, о Григории, что и так у них все продолжается. Он приехал, да? Он там, но там что-то так в его судьбе ничего не понятно. Она тоже появилась. Не знала, она вроде, у него семья, вроде двое детей, даже так где-то от кого-то вот слух. А сами плохие отношения, молите за них. Светлана, Григорий, она их звала, звала все время, когда одна жила. Она же все время звала, вот приехали. И житья они тоже. И житья они. Ну как-то она пролечилась, санатория везде. Тут они собрались на город даже ехать в Турцию, там тоже сестра двоеюродная живет. Она хотела принять, а он подкашливать начал. Она говорит, если ты кашляешь, иди проверяйся, нам тут зараза ваша не надо. Он пошел проверяться, у него уже неоперабельный рак, отек легкого сердца, вот откачали литр воды из сердца. И сейчас начали химию ему, после химии у него температура и у него все время жидкость вот эта вот накапливается. Ну и уже прогнозов никаких ему не дает. Который приезжал к нам? Нет, это Максим. У нас много родителей. Из сердца? Воду. Какие у вас ваи? Александр. И вроде... На круг сердца несет. Никогда он не был верующим. Я сказала, что обязательно сходить, чтобы он тукаяние какое-то принес, может быть, что-то эпидемистрное. Они его сводили, они его по монастырям там провезли, это и Матронушке, и Ксении, и там в храме, он исповедовался, его даже причастили, уж я не знаю, я не слышала, чтобы он когда-то в храм ходил, но причастили все-таки. И сердце он лежит, вроде он уже что-то слушает божественное, что-то, и кается, может быть, но, чтобы хотя бы больше Господь его как-то обратил и помиловал. 44. Так он уверовал? Не помиловал. Да кто знает? Ну, как все вот, как все люди, и не отрицают, я не слышала от него особо никак. Не, ну мы как поймем, вера там, почему и мужа. Об обращении молитесь, об облегчении, чтобы, Александр. Перемены большие, когда смерть, тушка смотрит. Да, может быть, время. Об обращении, и чтобы дал многое время, время для покаяния. Время для покаяния. Конечно. Святые отцы сказали, монахи спросили, сейчас неплохо, по-моему, сколько для покаяния нужно? Там три года, он говорит, думаю, что три дни достаточно. Три дни. Но это он монахам сказал, три дни на покаяние достаточно. А сколько человек, который не думал, может, ему надо и год. За каждый день борьба. Так, еще у кого есть просьба? Да, хотел еще всех поблагодарить, кто молился, когда мы путешествовали на Соленое озеро. Слава Богу, там не утомить. Да, и суставы тоже очень хорошо, и там двигаться приходится, ну, потому что, понятно, что просто так до озера найдешь, там машину за слизистем сто метров надо оставлять. И пошел с этими палочками. Никого с палочками нету из бородой. Один я иду с палочками и в майке. И все, и Марина тоже в таком длинном одеянии. Никого нету. Все остальные смесистые телеса показывают. Кстати, плаваешь-то, что просил молиться? Мужчина этот, что? А я откуда знаю, что я его не вижу. Я время сменил. Просто, потому что напал на меня, просто переплыл на ту сторону и начал материть меня и так далее. Ну, там все получилось так, что я как бы хотел это, ему рассказывал о Христе, о покаянии, там все. Ну, оказалось, что человек одержим. И он таким странным бесом одержим. Он такой, ну, как бы он такой обширный, ну, как он, брат с Кургана приезжал. Огромный, приятный. Я не думал, что он такой. Он когда переплыл ко мне, ого, ничего себе, дитина. И он говорит, я, говорит, это хотел сейчас тебе машину поджечь, чтобы ты на меня внимание обратил. Я такой, думаю, ничего себе. Думаю, нормально все. Ну, потом, думаю, может, я просто зарезать. Вообще, хорошо, а что там? Я, говорит, сразу, говорит, в таких, говорит, как ты режу. Сразу. Так мы четыре года с тобой тут вместе плаваем. Что-то меняют с самого начала. Такой доброжелательный, все, здоровался там. Что-то рассказывал мне там много своей жизни, о родственниках и так далее. Я подумал, что ну, как бы просто знакомые, знакомые. А он начал меня там непотребными словами обзывать. Причем не просто так, а целую историю. Целую историю мне выстроил, кто я такой. имя, ты его не знаешь. Нет, я вообще не знаю. Я приблизительно знаю, где он живет, потому что видел, как он мусор выбросил. Да, я сменил время просто и подальше, как говорится, от таких искушений непонятных, потому что, ну, зачем? Гонят тебя и беги в другой город, но у меня тут города нет, одна лагуна. Но он мне сказал, говорит, если не будешь ко мне близко подплывать, я тебя не трону. Вот плавай, как бы там вот. Я вспомнил слова Игнатих, значит, плавай, говорит, там в горе берега. Я думаю, ну, надо же так, Помощник, Игнатих. Помощник. Чтобы я не утонул. Чтобы я не утонул, да. Ну, такие дела. Так что, благодарим вас за молитвы. Все прошло успешно. У нас были братья там, Загуляевы, им тоже нужно. Немножко они тоже посолились. Посмотрели, чтобы маму повезти тоже. Маме как раз это все для реабилитации. Это соленое, оно очень интересное. Оно выпрямляет. Вот у меня как раз спина, и когда ложишься на спину, оно тебе всего выламывает. Потому что, да, ты же не можешь погрузиться. Оно что, держит? Оно держит до такой степени, что, вот, я проверял, вот, допустим, я здесь на пресном просто опускаюсь, и я вот до самой губы тону, и вот чуть-чуть еще надо вот так вот ластами, чтобы не утонуть совсем. А там тебе вот ничего не надо делать, ты вот так вот, вот чуть грудь не видно. И можно не шевелиться. Ну, да, можно не шевелиться. Ну, правда, ты завалишься, тебя ветром все равно завалит. Ну, можно не шевелиться вообще. Вот Марина, она плавать не умеет практически, и она уже не боится ничего, заходит, я говорю, Марина, ты зашла глубоко, там нету, одна она, я знаю, что нету, а сама идет. Ну, просто идет, как вот, можно вот идти, заходишь, заходишь, идешь, 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 и просто иди, ну, не боясь, иди, только руками надо вперед вот так немножко подгребать, и все, и ты пойдешь, пойдешь, это озеро перейдешь, перейдешь, прям ногами просто вот и... Я вот так вот пошел, и... за два с половиной часа туда-обратно, получается, около двух километров туда-обратно. Вообще-то, уникальное место, потому что, кроме этого соленого, там еще щелочное есть озеро, недалеко, и Тресное озеро, Кривое, так называемое, там вот такой декольный лес. Ну, мы только в соленом, потому что от щелочного ни жарко, ни холодно, потому что минералы больше всего здесь в соли. Там 12% из 100 соли, то есть на один литр воды 120 грамм соли, 120 грамм. Так называется? Там это все прописано, и там натрий, магний, соленое, соленое озеро. Там различные микроэлементы находятся в этой соли, еще не просто соли, а еще микроэлементы. Вот они. Ну, называется горькое. И нужно находиться в движении в воде. Причем там написано, что 15 минут первые ванны должны быть 15 минут, потом выходишь, отдыхаешь, опять... Ну, мы уже с Мариной там третий раз туда ездили, поэтому мы уже как бы завсегда таяем, и мы прям... Я по два часа, по три часа, Марина, час спокойно. Через сколько сеансов получаешь обличение? Ну, я не знаю, какое там обличение. Ну, какие... Какая... болела коллега. Делала, делала, делала. И после вот пяти дней, у меня вот я год, вообще, трепетно даже просмотрелся, потому что... Накопительный эффект. Накопительный эффект, да. Не то, что ты... А ты... Диктор Андреевич, вы же врач, вы такой вопрос задали вообще. А что? Ну, а... Я вообще, когда плаваю, себя чувствую просто великолепно. Из воды я выхожу, я вообще... Я говорю про эффект церковного водера. А там в озере еще лучше. Очень. Я там плавал... Я плавал там по пять километров за раз. То есть там легко плавать. На спине. А вот, допустим, брасом или кролем очень сложно плавать. А на спине плывешь, вообще... Тебе же ничего не надо. Плывешь, остановился вот так вот, полежал, отдохнул. Опять по три. Молодец. Молодец. Ты умеешь плавать и хватит расслабить, потому что я нашел завидовать. А завидовать нельзя. Так а вы со мной давайте и новочки тоже. Поехали следующие. Я хочу рассказать, что в прошлом году мы так ехали-ехали и не доехали до этого... Соленого взгляда? Нет. До... До чего? Крещения мы... Мы хотели просить крещение, а прошел дождик перед нашим... Как раз вот мы едем и заморосил-заморосил, и мы не успели проскочить. То есть те, кто приехали днем, там вот Игорь там, кто утром, кто днем, Лена проехала, были лужи, а тут потом по лужам, да еще свежий дождик, прям... Да, в том году было очень хорошо. И мы пробуксовали там час, хорошо, это было недалеко от дороги, и ждали, стояли, когда чуть-чуть просохнет, и в общем, к ночи мы еще домой приехали. Задом-задом, то есть там даже нельзя было развернуться, потому что там вот так у тебя просто начинаешь трогаться, и машина уводит там просто в полосу. И мы задом-задом потихоньку-потихоньку, вот это... В общем, не получилось у нас, не об этом речь. До этого тоже мы ездили всегда на крещение, то есть одним днем приезжали сразу на крещение, а в этом году мы решили поехать заранее, чтобы уже не рисковать в день крещения, и поехали. Побыли мы... А, крещение-то перенесли, поэтому были на крещение, и я давно хотела, вот со времен, еще когда сама ездила в лагере, в сане, желая, когда мы ходили на этот костер, я уже вот много-много, я не знаю, сколько лет не была на костре, 10 или 20, даже не помню, когда. И я побывала вот уже на самом костре, и у меня столько впечатлений, я уже раз 7 пересмотрела от начала до конца, костер, который был до меня, то есть за неделю была репетиция, после меня, «Спаси Христос Николай Астаха» выставил песни, тексты, я их скачала, и у меня столько впечатлений, я прям всем вот рекомендую побывать на крещении, на костре, и крещение пересмотрела несколько раз, ну то есть прям, знаете, и ностальгию по тем временам, когда еще мы были там молодыми, неженатыми, были на этом костре, и песни-то все те же самые, опять их запевают, ну несколько было новых, а в основном все те же самые песни, и там и Игнатий Тихонович подпевал, вот это, «Костер». Да, в отдаленном это вместе, «Хорошо», и слышу кто-то у меня за спиной, «Хорошо», и я такой, «Кто это?» Смотрю, вон я там, «Вячеславу Машу, ты снимай, поет», а он все глухой, глухой, а тут сразу так, «Хорошо», и он, главное, каждый раз, когда куплет запевали, и он, «Хорошо», 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 «Да», и в отдаленном это вместе хорошо, «Коршок еще», «Да, большой», «Большой», «Вот», «Ну, вообще, как бы у меня такие, прям положительные, предположительные, вот всем рекомендую приезжать именно на костер и на крещение, такие люди удивительные, вот интересные люди, кто может быть там, вот они общаются, знают про них, а так это каждый человек, это просто думаешь, «А как он так?» «Да ладно, мы-то здесь такие, мы тут живем, мы тут как бы вот уверовали, покрестились, приезжают из таких далеких мест, женщина опять с Франции приехала, там вот, как так, в какой момент вот это все, то есть там Виктор трудится, «Спасибо, Христос, он, чтобы один человек приехал, это минимум там ста надо засвидетельствовать, может быть, двадцать из них прислушаются, пять продолжат общение, и один придет к окрещению, это вот сколько труда человек там тратит на день?» «Тысячу сто, тысячу двадцать». «Сколько он свидетельствует, не молчит, благовест, может быть, Господь так и устроил, что вот, переживали, вот зачем ему туда ехать, все, ну, сидел бы в Потеряевке, сидел бы в своем домике, вот так Господь устроил знакомство, ну, живя в Потеряевке, он тоже не сидел, нет, он не сидел, а там он развернул такую вот уже и деятельность среди, там он не смог этих людей, лично, он же лично с ними там встречается в церкви, беседует, молодец, вот, и поэтому, и да там все вот братья были, там сестры, которые приехали, если я даже немножко с ними пообщался, просто, они приезжают тут на нас, типа, вот тут святое место, святые люди, никакие мы не святые, я смотрю и думаю, это святые приезжают, такие истинно уверовавшие, такие горящие, такие ревностные, труженики, ну, именно духовные труженики, а мы здесь уже так вот, живем, по накатанной, так сказать, не надо так жить, оставайся, на занятиях, это меня вдохновляет, что я вот посмотрела на них, кто у тебя сегодня из детей, оставайтесь все, где твой муж, оставайтесь, и все, все, по накатанной, они надо, широкими путями идти, вот, третиковые, и вы тоже, пожалуйста, все, кто смотрит, все, кто здесь остался, просите разрешения приехать, кто, если не из нашего круга, вот, побыть, зарядиться, пообщаться, с такими людьми, интересными, удивительными, вспомнил, как я приехал, однажды на отречении, уже тогда интернет-сообщество уже было, приехали, Максим, Степанинка, Степанинка, да, и там другие люди, я прошел, я только приехал, прохожу мимо, я прохожу мимо, кухни, слышал разговор, так остановился, послушал, вот, ничего себе, вот это уровень общения, да, я так удивился, я сравнил свой уровень с их уровнем, и я удивился, то есть, это, оно отдельное, как-то, интернет-сообщество, но и в то же время, важно это, вот, осознаешь, насколько важна работа, это вот, я не понимаю людей, когда они, вот, боятся вот этого, что-то, что боятся вот этого, видео, мы вокруг, вот, вышли только, начиная здесь, со двора, во дворе здесь идет, съемка, видеозапись идет, у нас во дворе, только идешь, мимо какого-нибудь, предприятия, мимо какой-нибудь, лавочки, там стоят эти, камеры, ты везде записываешь, ты в магазин пришел, тебя записывают, ты рассчитываешься, там все записывать, все, это нам все известно, нас давно знают уже, а то, так, конечно, органы, ничего себе, идут боевые действия, вы видите, как хватает людей, везде, за что, их груз-то, ну ладно, так, на позитивной ноте закончим, и продолжим, на той же, позитивной ноте, за этим же столом, очень, трапеза будет, не будет, не знаю, даже някки должны быть, ну трапезу, пожалуйста, трапезу я принесу, ну, значит, да, будет, ну все, достойная, есть, какого истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную, и пренепорочную, и матерь Бога нашего, честнейшую хирургим, и слабнейшую, без сравнения, Серафим, безустрения Бога, слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло, просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также, просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Егова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи. Так, ну что, широкий...